Он сказал, поехали, пусть махнул рукой, Словно доль по Питерской, Питерской пронес над землей. Для Щелкова освоение космоса – часть истории, имеющей непосредственное отношение к нашим землякам. На Чкаловской есть школа, которая на 12-й день после триумфального полета вокруг Земли принимала в своих стенах Юрия Алексеевича Гагарина. Раньше всех других в стране лицей номер 14 стал носить его имя. В день космонавтики здесь прошла торжественная линейка, в которой приняли участие депутаты, ветераны, выпускники школы, преподаватели и учащиеся в строю у памятника космонавту номер один застыли юно-армейцы. Все ближе, все ближе к нам небо бескрайнее, и подвига в жизни не будет конца. Для жителей бывшего военного городка Чкаловский Гагарин в буквальном смысле земляк. Он здесь жил в свои самые звездные годы – с 1960 по 1966. На торжественной линейке в День космонавтики каждый выступающий обязательно говорил о нем, о Юрии Алексеевиче. Залезал в кабину самолета, брался за штурвал, смотрел в небо и мечтал летать, стать летчиком. Поэтому, ребята, равняйтесь на Юрия Гагарина, ставьте себе задачи, цели, и вы добьетесь своего. На торжествах выступали почетные гости, которые лично видели Гагарина, тогда уже знаменитого на весь мир первого космонавта планеты. В торжественной церемонии участвовал его личный водитель Николай Митрохин. Слушая его рассказы, понимаешь, как любили Гагарина его современники. Валя, приедешь к дому, народ стоит возле подъезда, вся лестничная площадка до пятого этажа забита народом, и верхняя площадка забита. И вот иду я вперед, он за мной, ему неудобно кричать, пропустите, 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 нам надо пройти до квартиры. И вот так до четвертого этажа дойдем, я его провожаю, Валя встречает, спасибо, я поеду. Вот так было. Юрий Алексеевич Гагарин был приглашен на наш выпускной вечер в июне 61-го года. И мы с ним общались, он нам пожелал счастливой дороги, быть достойными представителями своей родины. И мы пошли по его пути. Многие из нас поступили в военное училище, стали офицерами. Гагарин пробыл в космосе 1 час 48 минут. Это время 12 апреля 1961 года навсегда останется в истории человечества. Через 60 лет после этого великого события торжественная линейка на Чкаловской в лицее номер 14 имени Юрия Гагарина завершилась возложением цветов к памятнику первому космодавту планеты. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.